Сегодня мы имеем возможность здесь провести презентацию Центра общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, предоставляемым в электронном виде. На сегодня это очень актуальная тема, и многие в ней заинтересованы как молодые, так и люди более старшего поколения. Поэтому сегодня мы расскажем о работе этого центра. Те государственные муниципальные услуги, которые сейчас оказываются в оборудовании власти, они сейчас будут переводиться в электронный вид и уже в принципе переводятся активно. Это технически на самом деле очень сложная задача, она рассматривает в первую очередь с большими задачами, связанными с обеспечением безопасности отрабатывания данных, с обеспечением передачи этих данных, обработкой и регламентацией. Технологическая платформа, как бы это все занимаемся непосредственно в министерстве и работаем со всеми органами власти на всех уровнях для того, чтобы максимально упростить процедуру получения услуг. Можно сказать, что к концу 2011 года мы подготовили 34 услуги, которые на текущем отремене уже можно заказать в электронном виде, и они сейчас размещены на сайте госуслуги.ру. сайт, который на самом деле сейчас мы начнем активно в том числе и рекламировать, для того, чтобы население больше узнавало о новой возможности, с помощью которой можно максимально упростить взаимодействие в последнее время с каждой жизнью для получения тех или иных услуг. Это для нас крайне важно, и мы, скажем, очень рады, что мнение правительства, которое сейчас продвигается на УАУ, поддерживает упрощение взаимодействия органов власти с населением с использованием новых функциональных технологий. И прежде всего мы все с вами являемся потенциальной аудиторией электронных граждан России, потому что мы все с вами являемся получателем государственных услуг. Разные жизненные ситуации заставляют, вынуждают нас оформлять паспорта, переоформлять забранные спорта, получать временную регистрацию по месту жительства, заполнять налоговые декларации для получения репорт, если мы получаем платные медицинские услуги или платные образовательные услуги. Если мы покупаем их, продаем недвижимость. И нам приходится заполнять очень сложные, непонятные для всех, кто не является бухгалтером формы 3НБПЛ и отправлять их в налоговый отдых. Значит, сегодня уже все можно. Мы все вынуждены записываться на прием к врачу, платить штрафы ГИБДД, проверять успеваемость наших учеников, записывать детей в школу и так далее. То есть все это является государственными услугами, которые реализуются как через один портал госуслуг, часть из них, так и через региональные, федеральные, муниципальные порталы, которые существующие в интернете. И понятно, что входя в это информационное общество, значит, не все граждане плавно туда всплывают, кто-то остается за его во ртом, и, как правило, значит, люди, которые показывают информационную область, пока они могут воспользоваться этим государственными услугами, это как отмечают в том, те, кому за 40. То есть те, кто в школе изучали на пальцах basic, они проходили курс пользователей футболка. Ведь те, чья профессиональная деятельность не связана с использованием IT. Это те маломобильные группы, которым относят, например, люди с инвалидностью. Это люди, которые находятся в невыгодных социально-экономических условиях. И в силу экономических причин для них сегодня компьютер и интернет являются пока еще, к сожалению, роскошью. И все они, естественно, составляют аудиторию вот таких вот центров, с кем в первую очередь приходится работать. И также сформировался уже круг людей, которые интересуются своими правыми возможностями. Они привыкли обращаться в эти центры и получать там помощь. И многие из них уже научились пользоваться тем же самым правыми информационными системами, которые сейчас присутствуют и в интернете, где существуют онлайн-домпетации и так далее. На самом деле, для того, чтобы плавно вплыть в это информационное общество, научить пользоваться его ресурсами, научить экономить свое время, такие центры необходимы, ну, наверное, к большому количеству граждан. Ну, во-первых, заявленная услуга предоставления доступа к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Каким образом мы обеспечиваем, что называется, прозрачность деятельности этих органов? Обращением к сайтам. Обращением к сайтам как федеральных органов власти, региональных, муниципальных. И для удобства наших посетителей, значит, на страничке Центра общественного доступа на национальной библиотеке размещен каталог ссылок на официальные сайты органов государственной власти, флаг России, так и Удмуртской республики. Дальше. Предоставление доступа к информации об услугах, опубликованных на едином портале государственных услуг. Это точно так же идет обращение через интернет к порталам госуслуг, как федеральному, так и муниципальному. Мы располагаем информационно-правовыми системами. Мы имеем возможность предоставить доступ к сетевым удаленным ресурсам и предлагаем воспользоваться базами данных национальной библиотеки. Первая информационно-правовая система, которую я всегда представляю, это законодательство России. Законодательство России включает в себя два банка данных. Банк данных, созвучное с названием системы законодательства России, содержит, включает текст официальных нормативно-правовых документов с 1937 года по настоящее время. Второй же банк данных — это электронные версии официальных источников опубликования документов. Чем цена эта информационно-поисковая система? Тем, что она одна-единственная в России, является официальным источником опубликования нормативно-правовых актов в электронном виде. Все остальные системы электронные, они являются коммерческими, то есть альтернативными ей. Следующая информационно-поисковая система, которую хотелось бы представить, которая у нас есть в максимальном, так скажем, объеме, это справочная правовая система «Консультант Плюс». Все базы данных я перечислить не могу, которые есть, значит, предоставляются у нас в локальном режиме, но изюминкой этой системы является максимальный подбор регионального законодательства. То есть сходное региональное законодательство включает в себя нормативно-правовые акты 83 субъектов Российской Федерации. Следующая система, о которой хотелось бы рассказать, это система информационно-правового обслуживания «Гарант». Ну то есть я думаю, что у всех вот на слуху эти информационно-поисковые системы, чем отличается «Гарант» от всех остальных, то есть тот же самый набор документов, те же самые нормативно-правовые акты, ну, может быть, другие разные комментарии к этим нормативным актам, но все системы, между собой, отличаются своими сервисными возможностями. То есть у «Гаранта» более интересные все-таки, допустим, слова, уклон у «Гаранта» идет на экономику. Дальше хотелось бы сказать о сетевых удаленных ресурсах. Что мы можем предложить нашим посетителям? Во-первых, обращение к научно-электронной библиотеке «Е-Лайбрэй». То есть эта библиотека содержит материалы по различным отраслям науки, в том числе и по юридическим наукам. Электронная библиотека диссертации «Российская государственная библиотека». Эта библиотека включает более полторы тысяч полных текстов диссертации, авторефератов диссертации. Это только по праву. Очень популярный сервис «Электронная доставка документов». Виртуальный читальный зал мы предлагаем, ну а также виртуальную справку с использованием сервисов, размещенных на сайте Национальной библиотеки. Сервисы — это «Консультант онлайн» и «Открытая трибуна». Честное слово, всегда очень рады видеть вас. Приходите, приходите, и мы чем можем, всегда поможем.